Вы смотрите главные новости к этому часу. С вами Елена Вознесенская. Здравствуйте. К открытости и конструктивному диалогу призывает Польшу Верховная Рада Украины. 242 народных депутата поддержали заявление парламента в связи с принятием сеймом и сенатом Польши законопроекта об институте национальной памяти. Народные депутаты сказали, что такое решение противоречит духу партнерства между Киевом и Варшавой. Закон несовместим с демократическими ценностями, поэтому вызвал возмущение в Украине, США, Израиле и странах Европы. Верховная Рада не приемлет и отвергает политику двойных стандартов и навязывания идей коллективной ответственности украинского народа. А также попытки польской стороны приравнять действия всех борцов за независимость Украины к преступлениям двух тоталитарных режимов 20 века – нацистского и коммунистического. Приняв такие изменения в закон об институте национальной памяти, польские депутаты сделали очередной шаг в сторону политизации истории. Закон об институте национальной памяти президент Польши Анджей Дуда подпишет. Об этом он сказал во время специального обращения в президентском дворце в Варшаве. Потом отправит в конституционный трибунал для толкования положений, касающихся уголовной ответственности. В частности, за заявление о причастности поляков к Холокосту. Законопроект Сенат Польши принял 1 февраля. Он предусматривает наказание за отрицание якобы преступлений украинских националистов во время Второй мировой войны. А также штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к убийству евреев. Абсолютно не хотел, чтобы кто-то из уцелевших в Холокосте сомневался. Может ли он спокойно свидетельствовать и не волноваться, что это может привести к уголовной ответственности в этих вопросах в Польше. Это очень важно. Но в то же время очень важно и то, что нас, как поляков, как польское государство, польский народ не обвиняли в участии в преступлениях Холокоста. Четыре прицельных обстрела со стороны боевиков зафиксировали за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции. Об этом рассказал спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк. По его данным, наемники вели огонь из минометов крупного калибра, вооружение которое должно быть отведено от линии соприкосновения. Самый сложный участок – район Светлодарской дуги. После обеда на протяжении пяти часов с небольшими перерывами противник устроил три минометных обстрела по оборонным укреплениям защитников Луганского. Всего оккупанты выпустили по украинским позициям 16 мин – 120-го калибра и 4 мины 82-го калибра. Почти каждый из обстрелов российско-оккупационные войска сопровождали огнем из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов. Украинские военные дважды подавляли провокации противника из пехотного вооружения. Боевики угрожали наблюдателям ОБСЕ сбить их беспилотник, сообщили при службе миссии. Это произошло неподалеку от временно оккупированного Луганска. Вооруженный мужчина остановил патруль на окраине поселка Синтяновка, запретил ехать дальше и предупредил – если наблюдатели запустят беспилотный летательный аппарат, его собьют. Ранее в ОБСЕ рассказали, в Луганске террористы не пустили наблюдателей на территории нескольких объектов. Поздравительный баннер ко дню рождения незаконно арестованного в России украинского журналиста Романа Сущенко разместили возле посольства РФ в Киеве. По словам его дочери Юлии, таким образом хотят показать Москве, что не сдадутся в борьбе за освобождение журналиста. Сущенко проведет в московском СИЗО Лефортово уже второй день рождения. 8 февраля ему исполнится 49 лет. Корреспондента Украинформа незаконно задержали 30 сентября 2016 в Москве. ФСБ назвала его кадровым сотрудником украинской разведки. Минобороны это опровергает. 22,5 миллиарда гривен – это почти 800 миллионов долларов – планируют направить в бюджет Украины от приватизации. Это в 6 раз больше, чем удалось получить в прошлом году. Добиться увеличения Министерства экономического развития и торговли планируют за счет реформы приватизации. Она предусматривает упрощение бюрократических процедур, сокращение сроков подготовки объекта к продаже, а также запуск электронных торгов через систему Прозора. Всего в списке на приватизацию более 3,5 тысяч объектов. В новом законе о приватизации прописано несколько уровней продажи, начиная с того, что сначала мы оцениваем объект продажи достаточно дорого по их балансовой стоимости. Не вычитая долги предприятия, стартуем с максимальной цены и пытаемся торговаться на повышение. Если никто не пришел на аукцион, цена снижается вдвое. Если в третий раз не удается продать, тогда выставляется на нидерландский аукцион, где цена падает до того уровня, который за объект готовы заплатить. Соглашение о безвизовом режиме подписали Украина с островным государством в Карибском море Антигуа и Барбудда. Документ предусматривает пребывание в странах не более 90 дней в течение полугода. Соглашение подписали в Вашингтоне посол Украины в США Валерий Чаллы и посол Антигуа и Барбудды Рональд Сандерс. По словам Чаллова, соглашение помимо развития туристических и деловых взаимоотношений укрепляет политический диалог. В частности, касательно сотрудничества в международных организациях. В Париже из-за снегопада закрыли Эйфелевую башню. В Соединенных Штатах из-за гололеда столкнулась сотня машин. Засыпало снегом южнокорейский остров Чеджудо. О непогоде в мире далее в сюжете. В Париже закрыли Эйфелевую башню. Причиной стали снег и сильный ветер. В столице Франции второй день идет мелкий снег, на дорогах – гололед. Движение общественного транспорта и поездов ограничено. За три дня по всей стране произошло 8 тысяч ДТП, сообщили в местной полиции. По прогнозу синоптиков, снег прекратится завтра. Сотня машин столкнулись в американском штате Миссури. Один человек погиб, 11 ранены. Скоростное шоссе перекрыто. По данным местной полиции, причина автомобильной аварии – гололед на дорогах. Снег, который выпал здесь на выходных, начал таять. А накануне температура опустилась до минус 10. Снегом засыпало и туристический остров Чеджудо в Южной Корее. Осадки не прекращаются уже третий день. В горных районах снега выпало больше метра. Дорожные службы работают в усиленном режиме. Полностью убрать снег не успевают. Метеорологи прогнозируют – осадки будут продолжаться как минимум три дня. А в Боливии из-за наводнения 50 тысяч человек покинули свои дома. Дожди не прекращаются больше недели. Военные доставляют гуманитарную помощь на самолетах. Сильнее всего пострадали центральные и южные регионы страны. В городе Патаси разрушены два моста. Повреждены некоторые участки дороги, ведущие к границе с Аргентиной. Синоптики прогнозируют – дожди продолжатся до конца недели. Съедобные валентинки для морских обитателей. В океанариуме Токия начали отмечать День Святого Валентина. Морские котики танцевали с фигурками сердца на носу. Рыбок угощали кормом в форме сердечек. Для выдор подготовили ледяные вкусности. По словам организаторов, японцы любят ходить на свидания в океанариумы. В предпраздничную неделю здесь десятки тысяч посетителей. Вы смотрели главные новости к этому часу. С вами была Елена Вознесенская. Оставайтесь с ЮЭТВ. Редактор субтитров А.Семкин